Здравствуйте! Это видео о том, как откатить сборку или удалить обновления Windows 10. Windows 10 устанавливает обновления в фоновом режиме и чаще всего пользователь узнает об установленных обновлениях только после установки. Есть способы остановить автоматическое обновление Windows 10. Но если на вашем компьютере уже установлены обновления, из-за которых в системе проблемы, можно их удалить или отменить. Об этом и поговорим в сегодняшнем видео. Предыдущее обновление Windows 10 Anniversary Update или сборка под номером 1607 не очень обрадовало многих пользователей. У многих полетели настройки, перестали работать приложения или вовсе отказалась загружаться система. В сегодняшнем видео, в преддверии выхода очередной сборки Windows 10 Creators Update поговорим о том, как откатить такую сборку назад. Описанный способ будет актуален для любой сборки Windows 10. Мы рассмотрим, как откатить обновления системы из под рабочей системы Windows и что делать, если система не загружается. Итак, если вы хотите вернуться к предыдущей сборке Windows 10. Заходим в Пуск – Параметры – Обновления и безопасность Восстановление. Возле «Выполнить откат к более ранней сборке» нажимаем «Начать». Подготовка. Далее процесс отката выглядит так же, как при откате десятки или восьмерки к Windows 7, о чем можно посмотреть в одном из видео нашего канала. Ссылка в описании. После непродолжительной подготовки система попросит вас указать причины возврата. Эти сведения будут отправлены в Microsoft. Выберите любой из предложенных вариантов и нажмите «Далее». Следующее окно – «Проверить наличие обновлений». Нажимаю «Нет, спасибо». Далее вы увидите окно с информацией о том, что некоторые настройки системы, которые были осуществлены после обновления до новой сборки Windows 10, при откате к более ранней не сохранятся. А также рекомендацию о необходимости создания резервной копии данных на случай возникновения неполадок. Далее. Еще одно окно с информацией о необходимости помнить пароль вашей учетной записи. Далее. На заключительном этапе, когда Microsoft поблагодарит вас за то, что вы попробовали новую сборку Windows 10, нажмите «Вернуться к предыдущей Windows». Процесс отката займет некоторое время и будет полностью автоматическим. После непродолжительной подготовки ваш компьютер или ноутбук перезагрузится и появится окно «Восстановление предыдущей сборки Windows». Остается только подождать несколько минут и после очередной перезагрузки снова загрузится Windows более старой сборки. Таким образом, все настройки и параметры предыдущей сборки можно вернуть в течение 10 дней после обновления. Позже они будут стерты автоматически. Если вы используете какие-то программы для чистки, то можете случайно удалить данные для восстановления ранее, из-за чего откатиться назад не выйдет. Поэтому будьте внимательны. Также откатить систему к предыдущей сборке можно из меню дополнительных параметров запуска. Этот способ пригодится в том случае, если после каких-то обновлений Windows не загружается. В таком случае меню дополнительных параметров запуска загрузится автоматически, если система не сможет загрузиться трижды. Также его можно запустить, загрузившись с диска восстановления. О том, как создать диск восстановления и загрузить компьютер с его помощью, смотрите в нашем видео, ссылка на которое в описании. Выбираем поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Вернуться к предыдущей сборке. После этого будет запущен непосредственно сам процесс возврата. Для продолжения выбираем учетную запись. Вводим ее пароль в следующем окне. Нажимаем кнопку «Выполнить откат к предыдущей сборке» для подтверждения и начала процесса отката. Дождитесь окончания процесса отката к предыдущей сборке системы и после его окончания снова загрузится полностью работоспособная система той версии, которая была установлена прежде. Задавайте интересующие Вас вопросы в комментариях. На все будут написаны ответы. Если Вам понравилось данное видео – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok